В Калачевском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление. С переломом свода черепа в тяжелом состоянии в больницу был госпитализирован местный житель. Полицейские установили, что травмы ему причинил ранее судимый знакомый. Мужчина нанес потерпевшему несколько ударов по голове металлическим ломом. Сейчас задержанный арестован. В Ворошиловском районе Волгограда оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении. В торговый павильон вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом продавцу, потребовал отдать деньги. Испуганная женщина выбежала из магазина, а преступник похитил из кассы всю выручку. На место происшествия приехали сотрудники частного охранного предприятия, но задержать злоумышленника не смогли. Его местонахождение было установлено с помощью служебной собаки. Им оказался ранее судимый за убийство житель советского района. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей. В Новоанненском районе полицейские проводят проверку по факту происшествия на автодороге. В полицию обратился водитель большегруза и сообщил, что на трассе неизвестные обстреляли его автомобили за оружие, повредив лобовое стекло. Ориентировки на легковой автомобиль, с которого ввелась стрельба, были переданы всем нарядам ДПС и машину задержали. В ней находились отец и сын, жители Михайловского района. Со слов мужчин, таким образом они хотели проучить водителя грузовика за то, что он нарушал правила дорожного движения. У молодого человека изъят травматический пистолет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.